Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин Antilife.com.ua Меня зовут Александр. Будем вместе с вами сегодня рассматривать новую модель Elephone P6000. Ну, новая она относительно. Вышла она уже, наверное, с полгодика как назад. До нас она только дошла. Решили мы заказать. Всегда довольно-таки скептический. Я настроен по поводу смартфонов Elephone. Ну, не отличаются они каким-то таким супер-качеством, но модели становятся популярные. С каждым днём всё больше и больше. Люди начинают спрашивать. В принципе, хорошие цены, хорошие технические характеристики. Этим можно характеризовать и непосредственно модель Elephone P6000, и любой другой смартфон от компании Elephone. Поэтому начинаем заказывать потихоньку и будем смотреть, что за качество. Сегодня давайте разберёмся, что это за модель Elephone P6000. Это бюджетник, который стоит в Китае сейчас приблизительно в районе 115 долларов. Это 5-дюймовый смартфон на базе нового 64-битного процессора MTK6732. Это 4 ядра по 1,5 ГГц. Поэтому, в принципе, модель заслуживает внимания. Ну, и с такой ценой тем более. Поставляется модель вот в такой вот коробке. По комплектации давайте быстренько разберёмся. Инструкция. Есть вот такая вот оригинальная плёнка. Одна плёнка уже на экране, вторая плёнка в комплекте. И в этом боксе лежит стандартная USB. И стандартная зарядка. Зарядка у нас вот такая, тоненькая, интересная. По амперам здесь у нас идёт 1 ампер. Переходим непосредственно к нашему смартфону. Смартфон небольшой, стандартный 5-дюймовый размер. Спереди у нас идёт закалённое стекло. Нет информации в сети о том, что это Gorilla Glass. Есть у нас три сенсорных кнопки, которые выполнены вот таким вот образом. Вот так вот они интересно подсвечиваются. Когда активности нет, две слева-справа кнопки у нас гаснут. И горит у нас только кнопочка внутри. Но сейчас не могу этого сделать. Вот так вот они горят. Соответственно, это меню. Домой и назад. Сверху у нас 2-мегапиксельная камера. Разговорный динамик, датчики приближения, освещение. Индикатор пропущенных звонков, пропущенных событий здесь, скорее всего, нет. По корпусу выполнено всё из пластика. Других материалов использовано здесь нет. Сверху у нас разъём под наушники. С этого блока у нас качелька громкости, вверх-вниз кнопка включения и выключения. Располагаются они довольно-таки в удобном месте. То есть удобно этим всем пользоваться. Снизу разъём под microUSB и микрофон. С этой грани нет ничего. Сзади логотип. Элефон, 13-мегапиксельная камера ужаснейшего качества. Решётка под динамик. Выемки, чтобы открыть крышку, просто так у нас здесь нет. То есть я беру вот так вот сверху смартфона. Даже вот с этого края у меня лучше получается. И просто открываем. Внутри у нас довольно-таки ёмкий аккумулятор, 2700 мА. Две сим-карты маленькие и поддержка карты памяти. Две симки работают у нас и в 3G, и в 4G. То есть в этом плане смартфон достойный. Касательно корпуса. Ну вот эта крышечка, она несколько так поскрипывает. Нет здесь такой максимальной монолитности, поэтому по корпусу четвёрку можно поставить. Переходим непосредственно к нашему смартфону. Что он из себя представляет в плане технических характеристик через программку Antutu. Давайте посмотрим эти все моменты. Во-первых, в Antutu набирает эта модель 33197. Всё дело в том, что здесь установлен 5.0 Android. Уже эта модель поставляется именно с таким Android. Здесь 6732 процессор, MTK Mali-T760, это графический ускоритель разрешения HD, 13 мегапикселей, камера. В столь бюджетном устройстве уже есть 2 гига оперативки, 16 встроенной. Я поставил карту памяти, но сразу же говорю, что когда в смартфоне своей памяти 16 и более, но сейчас в основном это 16, раньше было как-то и 32, делали, сейчас это редкость. Прошивка смартфонов выполнена, скорее всего, так, что на карту памяти он не будет ничего сохранять и записывать из Play Market. Он будет работать со своей собственной памятью, и уж там для музыки, для видео, для каких-то фильмов, файлов можно использовать карту памяти. Вот так вот здесь всё реализовано. 4 ядра по 1,5 ГГц. Фронтальная камера у нас на 2 мегапикселя. Мультитач-тест давайте проведём. Здесь 5 точек касания. Из датчиков давайте посмотрим в Z-Device-тест программке. Есть здесь GPS. GPS поддерживает гонос, спутники, датчики приближения, освещения, вспышка. Ну и видим, что это такое бюджетное устройство, особых каких-то сенсоров здесь не предусмотрено. Прошивка у смартфона. 5.0 Android. Всё переведено на русский язык. Немножко она непривычна для меня, эта прошивка, потому что с таким интерфейсом я смартфоны не держал. Но вот довольно-таки быстро ко всему привыкаешь, и всё нормально будет работать. И разбираться тут вообще нечего. Тут всё стандартно, просто немножко в другой картинке оно всё реализовано. Рабочие стволы листаются быстро. Статус бар вот такого вида здесь. Меню вот такое. Можно настраивать виджеты. Ну то есть здесь всё стандартно. Android 5.0. Ничего особенного нет. Экран. Экран здесь у нас 5-дюймовый. Здесь HD-разрешение, IPS-матрица. Углы обзоров неплохие. Сложно сказать, есть ли здесь OGS-технология. Ну, вроде бы как есть, потому что картинка у нас на поверхности, и углы обзоров максимальные. То есть OGS – это значит, что экран и дисплей – это одна целая модульная запчасть. Звук во время разговора – это, я считаю, немаловажно. Телефон – это всё-таки телефон, по которому вы будете разговаривать. Звук хороший. Мне очень понравилось. Всё громко, всё чётко. Всё отлично в этом плане. Разговорный динамик и микрофон. А звук в наушниках среднего уровня. Есть басы. Но сказать, что звук отличный, нельзя сказать. Ну и внешний звук тоже довольно-таки средний. Устройство бюджетное. Звучание. Если на максимальном уровне громкости, то вообще начинает похрипывать смартфончик. Ну, а на средних – звук, да и звук. Обычный себе звук для любого устройства данного уровня. То есть, сейчас я вам продемонстрирую это. Со стандартных каких-то мелодий. Нормальный громкий звук, но среднего качества. Касательно производительности. С производительностью особых проблем у смартфона не будет. Здесь 6732 процессор, новая платформа, 64-битная, 1,5 ГГц каждое ядро, ну и 2 ГГц оперативки. Покажу вам Modern Combat 5, как он воспроизводится, как он играет. Ну, с играми, опять же, смартфон нормально будет справляться. Тестировал я также, естественно, GPS. GPS ловит отлично, всё супер, всё быстро. Глона-спутники тоже ловятся. По поводу аккумулятора. Аккумулятор здесь установлен на 2700 мАч. И аккумулятор реально хорошо отрабатывает свою ёмкость. В Antutu тестере Elephone P6000 показал у нас 6421. В режиме воспроизведения YouTube у меня получилась вот такая вот диаграмма. Это с 8 часов утра, где-то примерно до 2, в районе 6 часов. Стандартный, равномерный разряд аккумулятора. В принципе, всё отлично в этом плане. Поэтому по аккумулятору однозначно можно поставить плюс. И можно с уверенностью пользоваться этим смартфоном. Сказать, что это автономный, хороший смартфон. Камера – это разочарование этого смартфона. Потому что, ну, заявлены нормальные, адекватные цифры по матрице. Заявлено 13 мегапикселей основная камера. Заявлено 2 мегапикселя фронтальная. Но качество фотографий просто отвратительное. Во-первых, в темноте даже не пытайтесь фотографировать. Если расстояние будет большим, то вспышки не хватит. Если расстояние будет маленьким, то вы засветите вспышкой это изображение. Видеозапись идёт в формате Full HD. Ну, а нет. Видеозапись идёт в формате Full HD. Но качество тоже среднее. Ну, закину на YouTube и вы посмотрите. Фотографии получаются размытыми. Получается какое-то непонятное изображение. Вот такие результаты. Ну, когда получается сделать фотографию, то получается чуточку лучше. Когда ещё лучше получилось, то получается вот такое качество. Ну, то есть, камера очень нестабильная. И в банальных вот таких вот фотографиях очень много шумов. Нет чёткости изображения. Ну, то есть, по камере однозначно минус. Это не тот смартфон, который нужен вам, если вам нужна камера. По стабильности работы нареканий у меня нет. Всё отлично работает. Прошивка нормальная. Как бы проблем не возникает. Что можно сказать по поводу этого смартфона в целом? В целом, модель бюджетного сегмента от производителя тоже бюджетного сегмента. Это элефон. Чего-то ждать сверхъестественного за 115 долларов, который смартфон стоит в Китае, ну, не стоит этого. На рынке есть аналогичные модели. Есть тот же Jiu F2. Есть Meizu M1 Mini. Есть немножко дороже Jiu G4s. Все эти модели тем или иным отличаются. И есть те или иные плюсы и минусы. Это модель с новым 64-битным процессором 6732. Это однозначно плюс. Хороший аккумулятор. Низкая цена. Но по камере это однозначно минус. Я бы, например, за плюс-минус эти же деньги, но Meizu M1 Mini, он стоит дороже. Но там есть огромный минус. Это одна сим-карта. Я бы взял лучше его, если бы он был на две симки. Ну, естественно. Ну, а так, в целом, модель имеет свое место, имеет свою нишу на рынке мобильных устройств. Думайте. Хороший вариант за недорогие деньги со своими недостатками. На этом все. Подписываемся на канал, заходим в нашу группу. Обязательно закину фото и видео, чтобы вы смогли ознакомиться с этим качеством поближе. Но качество такое, что лучше с ним не ознакомливаться. Ну и заходим к нам в интернет-магазин, покупаем эту модель. Цена одна из самых низких в Украине. Спасибо. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok